Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, все доброго-доброго времени суток. Боже, как хорошо, а! Я позапирала все двери сейчас, так я их вообще держу открытыми. Вот смотрю, думаю, боже, ну какая я молодец! Вот я коричневым покрасила в прошлом году, сочетала с золотым. И вот сейчас смотрю, как моя дверь, это, смотрится хорошо. Хорошо, только правда, конечно, мне не нравятся совсем эти стекла. Вот со стеклами мне что-то, но я уже придумала, что я сделаю. Я уже придумала, когда план мой будет уже составлен и сделан, вы увидите, какая здесь будет дверь. А вот здесь везде хочу ролеты поставить. Знаете, такие ролеты? Пац, закрывать, открывать, закрывать, открывать. Ну, это так, пока идея. Мне пока не до этого. Не вон, вон мой двор итальянский. Это тоже итальянский. Но он уже более-менее, слава богу, все сделано. Все поделано. Сейчас я все время, понимаете, каждый день мне приходится открывать все двери, все окна. Уже солнышко село. Сегодня серенькое такое. Нет, оно голубое было небо. Голубое-голубое. А потом словно какая-то дымка. Словно какая-то дымка такая, туманная. И очень-очень тепло сегодня было. Очень тепло. И знаете ж, на какие мысли меня навел этот карантин? Он меня навел на те мысли, что можно делать курсы онлайн. Ведь такой багаж знаний. Столько я изучала трав, столько рецептов и в голове, и в записях, и в книгах. И вот меня спрашивают, что у вас книжки есть? Уже есть опубликованные. К сожалению, больше издательств, издания не делалось. Те все раскупили еще лет пять назад. И у меня просто на данный момент даже экземпляра дома одного не осталось. Так, знаете, что называется в рукописях, в печатном варианте такое. Листочки, которые я давала, по которым делали. Ой, какой запах с моря. Вон там море. Вот эти два дома мешают увидеть море. Вот те зеленые крыши и красная крыша мешают увидеть море. И буду проводить курсы. Курсы будут у меня и коммерческая платформа, и некоммерческая. Поэтому все, что бесплатно, записывайте обязательно. Нет, конечно, для моей интернет-семьи я всегда что-то интересное буду рассказывать. Обязательно. Но вот именно курсы обучающие, именно вот как я то, 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 то делаю, это у меня будет на коммерческой платформе. Но пока это только так, просто мечты. Но я понимаю, что, дорогие мои, жизнь показывает нам, что нужно быть мобильными, и что нужно жить так, чтобы быть готовым к любой ситуации, чтобы быть готовым работать и в отдаленном доступе, и так, и сяк, и как хотите. А так, смотрите. Английский могу преподавать отдаленно? Могу. Фитотерапию, нутрициологию? Пожалуйста. Кулинарию, но только в соответствии с Божьим законом. Все. Так, идемте, спускаемся вниз. Вы у меня уже каждый уголок, наверное, знаете. Тут я уже все закрыла. Идемте внизу двери закроем. У меня все проветривается, все проветривается. И здесь тоже я покрасила очень классно в том году дверь. Вот у меня фантазия, а? Во мне еще где-то там живет какой-то художник-дизайнер, я думаю. Ой, Боже, не нарадуюсь. Господь создал же красоту. Дочь царя-царей, что же вы хотите? А, кстати, сейчас я вам покажу одну вещь. Так, сейчас я свет включу. Мне говорят, не выбрасывайте картину, надо выбросить ее. Она уже старая, плохая, мне такая не нравится. Так, сейчас я тут, 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 тут включу свет. Надо красивые картинки. Вот, бросила здесь пылесос, пылесосила все, так и бросила. Повесила сюда уже шторы постиранные. Окна здесь помыла, шторы постирала. Все, добро пожаловать. Вот этот стол буду менять, кресло, вот это одно кресло, оно уходит сюда, оно обычно вот здесь, под вот эти, под вот этой пальмой, вот под этой пальмой, вот это кресло, вот здесь. А там у меня уголок такой пустой, но вот в эту комнатку и вот в эту приезжают ко мне ребята из Харькова. Ну, обычно они ко мне приезжают, Бог даст, в этом году приезжают. Сашенька, Аллочка, вам привет, мои хорошие. Вот, они обычно приезжают. И он тоже, постоянно Саша работает в отдаленном доступе. Лично для него, Саша, ну и не только для него, многие, а интернет у нас здесь есть, я вот, пожалуйста, привезла стол письменный, такой компьютерный стол, капитальный. А здесь у меня моя тренажерная дорожка и, видите, вместе со шваброй и со всеми делами. Потому что, когда я на тренажерной дорожке, то нужна еще и швабра, это я новые купила, у меня здесь старенькие, прошлогодние уже никуда не годятся. Вот, а тут тоже отстала. Так что, продвигаемся, продвигаемся, все для отдыхающих. Лишь бы приезжали в мой постоялый двор, частное домовладение мое. Так что давайте, давайте, собирайтесь быстренько все и приезжайте. Так, все, здесь мне все закрывать надо, запереть надо. Идемте, пошлите, все закроем, запрем, свет выключим. И пойдем, все. Так, пусть пока здесь валяется мой пылесос, мне еще надо пропылесосить, и так постоянно надо, потому что пыль, сами знаете, пыль есть пыль. Так, тут тоже выключаем свет. Так, все, закрываю сюда дверь. И уже вечер, включаю свет. Вот такой у меня фонарик красивый. Здесь, смотрите, какой красивый фонарик, да? Супер, я все стараюсь под стиль. У меня все должно быть стильно. Девчонки, мальчишки. А это у меня офисный дом. Это мой самый главный офисный дом. Так, пошлите теперь со мной, включим там свет. Потом мне Рэму выгулять надо. Но с Рэмкой я к морю пойду, наверное. Хочу сделать пробежку с собакой. Сегодня у меня пробежка будет с собакой. Я обычно сама бегаю. Но иногда с Рэмочкой. Сегодня по берегу моря будет у меня пробежка с собачкой. Так, пошлите. Проходим цветочки. Не забываем насладиться этой красотой. Видите, ароматом. И тут. Никак руки у меня еще сюда не дойдут. Все. Уже там киевлянин сосед с той стороны приехал. Уже мы с ним пообщались. Так. Настрой у него боевой. А раз боевой настрой, говорит, все будет нормально. Все, не переживай. Приедут. Карантин закончится. Все когда-то заканчивается. Помнишь, говорит, Чернобыль. Все мне напомнил. Думаю, боже, такое пережили. Как вспомнишь, так вздрогнешь. И это переживем. Самое главное, чтобы все были, дорогие мои. Так. Почему тут непорядок? Самое главное, чтобы все были дисциплинированы. Особенно люди респектабельного возраста. Потому что просто показали себя вот в первые дни очень плохо. Очень плохо. И это скажется только через две недели. Вот только через две недели мы узнаем. Вот эти гуляющие по магазинам респектабельные дамы. Принесли они своим детям и внукам что-то или нет. Ведь они могут быть просто переносчиками. Я, конечно, имею хорошую новость также. 101-летний мужчина, 101-летний мужчина в Италии выжил. И уже его выписали из больницы. 101-летний сегодня передали. Так что все нормально. Жизнь продолжается, дорогие мои. Ну, а я люблю вас. Спасибо за вечернюю прогулочку. За то, что со мной прошлись. Поболтали немножко. Здоровья вам, любви, благословений Господних. Пусть Господь Бог даст самых мощных ангелов-хранителей. Чтобы они вас оберегали на каждом шагу. Чтобы воинство небесное шло впереди вас. Но для этого вы должны отдать все в руки Божьи, дорогие мои. И быть мудрыми. Потому что если вы не будете с верой и с мудростью подходить каждый день, каждому дню, то, то и радости не будет. А так радость будет. Вперед веру и вперед мудрость. И все, Святой Дух работает. Пока-пока. Люблю вас. Уже все стемнело. Уже темно, темно. Так вот я с вами коротаю вечера. На самом деле мне еще дел и дел. Я ложусь в 12, если не позже. Все, пока-пока.